Hello, hello! Привет, друзья! Вы смотрите канал K-English Практика. С вами Елена Викторовна Вагнистая, ваш учитель английского языка. Вы попали в плейлист разбора английской грамматики Intermediate, но делаем мы это с вами необычным, банальным, привычным способом. Делаем мы это с уклоном на практику. Сегодня у нас в 108-м уроке мы закрываем тему сравнительная степень и превосходная степень прилагательных, то есть сравнение прилагательных мы наконец-то заканчиваем и говорим с вами о superlative degree, то есть о превосходной степени, когда мы берем одно из множества и выделяем его по какой-то характеристике. В русском языке это то, что самый или наи какой-то там. И мы с вами разбираем дополнительную практику, чтобы посмотреть, как все это работает на деле. Ну что ж, поехали! Итак, превосходная степень прилагательных по английскому языке называется superlatives. super, да, превосходный, super, superlatives, да. И это наивысшая степень чего-то. То есть когда у нас есть группа 3, 4, 5 и более, то есть группа от трёх элементов, то мы можем выделить в этой группе одну какую-то характеристику, одно какое-то качество, и один из объектов может обладать наибольшей степенью данного качества. Вот именно в этом случае нам нужна превосходная степень. Например, у нас 3 машины, и только одна из них самая быстрая, например, да, или самая красивая. То есть я говорю самая быстрая, самая красивая. Беру выборку, 3 машины, например, или 5 машин, и одну выделяю по данному качеству. Итак, что у нас по форме? Собственно говоря, здесь опять же у нас есть два варианта. Если слово коротенькое из одного слога или из двух на y, то мы добавляем перед этим за, а потом добавляем суффикс est, то есть там, где раньше было er, появилось est. Например, smart the smartest, да. Если слово длинное, то есть оно у нас или является составным и имеет дополнительные суффиксы, или оно само по себе длинное, например, expensive, то мы добавляем the и слово most. The most expensive. То есть там, где было more, появилось the most. Также мы можем использовать, естественно, и на речи, да. И ещё, друзья мои, мы обращаем внимание, что за действительно будет присутствовать в большинстве случаев. Это не является прям стопроцентным вариантом, но очень часто, так как мы выделяем что-то одно, то оно для нас становится самым уникальным, самым неповторимым. Оно выделяется на фоне остальных, поэтому вполне логично, что в таких словах будет, в таких связках будет появляться артикль да, как уникализатор, да. И помним, у нас парочка исключений. Good, better, the best, соответственно. Bad, worse, the worst, far, further, the furthest, old, older, the oldest, or the eldest. У нас доступна форма eldest, когда мы говорим о братьях, сёстрах, ближних, родственниках. Так, теперь. Случай, когда у нас появляется превосходная степень прилагательных. Естественно, помимо того, что тогда, когда она требуется, да, она может появиться в предложениях с present perfect, например, what's the best film you have ever seen? You have ever seen present perfect? Have seen? Ну и the best film, да. Так, продолжаем использовать превосходную степень прилагательных по правилам прилагательных, то есть позиция у нас не меняется. Там же, где и была. В данном случае, the best является характеристикой слова film. Также после superlatives у нас может появляться несколько предлогов. Предлог in для указания места, организации или группы людей. Например, what is the longest river in the world? Какая самая длинная река в мире? The longest river in the world. The longest, превосходная степень прилагательного, да, то есть мы берём все реки мира и выделяем одну, которая является the longest, самой длинной. И это одна единственная уникальная река, река Нил, да. И нас интересует предлог in the world. Также мы будем использовать предлог of для указания периода времени. What was the happiest day of your life? Каким был самый счастливый день твоей жизни? То есть в жизни было много дней, но только один из них мог быть самым-самым счастливым. The happiest. Также видим, что the longest и the happiest это примеры коротких прилагательных, поэтому, соответственно, мы добавляем суффикс est, ну и of your life, предлог of, и далее указание времени. Ну и давайте посмотрим в качестве обучающего текста, скажем так, несколько интересных фактов про самые-самые какие-то объекты. Here are some interesting facts. The highest speed that has ever been achieved on a bicycle is almost 167 miles per hour. Mother's Day is the second most popular day for gift-giving after Christmas. Google has the largest network of translators in the world. It can translate 345 different languages into each other. The youngest pope was 11 years old. И давайте переведем. Итак, вот парочка интересных фактов. Самая высокая скорость, которая когда-либо была достигнута на велосипеде, практически 167 миль в час. День матери это второй самый популярный день, когда дарят подарки после Рождества. Ну, в англоязычном мире, да. Google имеет самую большую сеть переводчиков в мире. Она может переводить 345 разных языков туда-обратно. Самый молодой папа римский, ему было 11 лет. Окей. И что мы здесь видим? В первом примере мы видим использование превосходной степени the highest в связке the highest speed, которая стоит вместе с present perfect. That has ever been achieved. Has been, соответственно, present perfect, да. И у нас есть слово high высокий и, соответственно, the highest самый высокий, да. Далее. Mother's Day is the second most popular day for giving for gift giving after Christmas. Так. The second most popular day. То есть, здесь у нас не просто самый популярный праздник, ну, второй самый популярный праздник. Почему бы и нет? Не обязательно мы выделяем что-то одно, мы можем сказать, что есть у нас ещё что-то чуть меньше, но всё равно самое популярное. Нас интересует связка the most popular day, да. Слово popular длинное, прилагательное, popular, оно состоит из трёх слогов, соответственно, мы должны говорить the most popular, да, то есть, суффикс ещё один мы сюда не добавляем. The second most popular day, да, то, что мы добавили second, абсолютно ничего не меняет, most popular всё равно меняем по правилам, которые мы разобрали. Google has the largest network of translators in the world. Итак, Google имеет самую большую сеть переводчиков в мире, the largest, самую большую, и мы видим здесь связку ещё также in the world, потому что мы говорим, что у нас где эта самая большая сеть, и есть информация об этом, соответственно, мы даём её через предлог in, in the world, да, the youngest pope was eleven years old. Кто не знает, pope с большой буквы это папа римский, да, и, соответственно, самый молодой папа римский, мы берём выборку всех абсолютно пап римских, какие только были, да, и был среди них один самый молодой, the youngest, да, и, соответственно, это прилагательная янка, но короткая, the youngest, и выделили мы этого папу по какой-то характеристике, по характеристике возраста, да, в принципе, видим, как это всё работает, мне кажется, не самая сложная тема, и давайте двинемся с вами к тексту. Итак, друзья, мы с вами продолжаем разбирать грамматический роман о девушке по имени Клер, которая в прошлый раз у нас попала в передрягу, да, давайте посмотрим, что же получилось дальше, когда она добралась домой. Why is there always something bad happening to me? I mean, half a year ago I got the most horrible flu I had ever had. Then I made that stupid anti-age mask and spent two weeks home with burnt skin and here I am in trouble again. After I got home, I immobilized my leg. I put ice on my left ankle to where it hurt the most. Thank God no one could see me crawling miserably to the freezer to get some ice. Then I started googling signs and symptoms of a broken leg. There might be severe pain which may worsen with movement. There might be swelling, bruising, deformity of a leg and an inability to walk. Leg fracture may cause a disability in muscles and toes. I read that a small fall rarely fractures bones and it was the best news for me. In a couple of hours I got hope that my leg wasn't broken because I could move my toes and the pain lessened. That also meant that I didn't need to go to hospital. I decided to sleep on it. My cats were angry as I didn't cook meals for them but I really couldn't. I didn't even cook for myself. When I woke up the next morning all my body was aching as I hadn't tossed and turned the whole night but the ankle was obviously better. I could move it up and down. There was slight swelling and a huge bruise but there was almost no pain. Of course it was a challenge to get up. Well, at least I could do it myself. let's move it into the text. Here we have a little medical text. But I know that many ask me more to give attention to medical terms. I used this и возможностью добавила вам много всяких технических описаний, как может болеть нога и что с ней может быть, если вы ее травмировали. Итак, почему все время что-то плохое случается со мной? Ну вот смотрите, полгода назад у меня был самый ужасный грипп из всех, которые у меня когда-либо были. Затем я сделала эту дурацкую антивозрастную маску и провела две недели дома с обожженной кожей. И вот снова я в беде. После того, как я добралась до дома, я обездвижила свою ногу. Я поставила лед на левую лодыжку там, где болело больше всего. Слава богу, никто не видел, как я ползла жалостливо до холодильника, чтобы добраться до льда. Затем я начала гуглить признаки и симптомы сломанной ноги. Может быть сильная боль, которая может усиливаться во время движения, может быть припухлость, синяк, деформация ноги и невозможность ходить. Перелом ноги может вызывать отсутствие подвижности в мускулах и пальцах ног. Я прочитала, что простые падения редко вызывают перелом костей, и это была для меня самая лучшая новость. Через пару часов у меня появилась надежда, что моя нога всё-таки не была сломана, потому что я могла двигать моими пальцами ног, и боль немножечко ослабла. Также это означало, что мне не нужно ехать в больницу. Я решила, что утро вечера мудренее. Мои коты были ужасно злые от того, что я им не приготовила, но я правда не могла. Я даже не могла себе приготовить. Когда я проснулась на следующее утро, у меня всё тело болело, потому что я не двигалась и не переворачивалась всю ночь. Но лодыжка была, очевидно, лучше. Я могла двигать её вверх и вниз. Также у меня была лёгкая припухлость и большущий синяк. Но боли почти не было. Конечно, это было для меня испытанием, просто встать с постели, но хотя бы я смогла это сделать сама. Ну, такая у нас сегодня история. Видим, что очень много терминов. Я думаю, что кому-то это придётся по вкусу, но кому не придётся по вкусу, так же будет, друзья мои. Разбираем. Итак. Why there always something bad happening with me? Почему же всегда что-то плохое случается со мной? I mean half a year ago. Ну, вот, к примеру, я имею в виду, I mean, слово паразит half a year ago, полгода назад, I got the most horrible flu I had ever had. У меня был самый ужасный гриб из всего, что я когда-либо имела. Итак, здесь мы видим превосходную степень the most horrible, самый ужасный. Слово horrible, Хоть и два слога, но able у нас считается суффиксом. Видим, что прилагательное не заканчивается на why, и, соответственно, мы используем технически слово most для того, чтобы образовать превосходную степень the most horrible, самый ужасный гриб. То есть, Клэр вспоминает все простуды, гриппы, которые у неё когда-либо были, и этот был самый ужасный. The most horrible flu. И даже у нас есть тут perfect, хоть и не present, а past, но он выполняет абсолютно ту же самую функцию. Если бы не согласование времён, то могли бы использовать и present perfect. Ну, так как первая часть у нас в прошлом, got, соответственно, мы должны использовать не present perfect, а past perfect, потому что они тогда не смогут согласоваться. Мы просто технически have на had меняем, но смысл оставляем тот же самый. I got the most horrible flu I had ever had. Если всё это перенести в настоящее, получится I have the most horrible flu I have ever had. То есть, вот так вот как-то, да. Then I made that stupid anti-age mask. Затем я сделала эту дурацкую противо-антивозрастную маску and spent two weeks home. И провела две недели дома with burnt skin, с обгоревшей кожей. And here I am in trouble again. И вот она я снова в беде. Here I am, вот она я, in trouble again, опять в беде. After I got home, после того, как я вернулась домой, I immobilized my leg. Ну, есть у нас русский термин иммобилизировать, кажется, как-то так, да. И он обозначает, в общем, если по-русски, то обездвижить, да. Mobile, мобильный, то есть подвижный, да. И, соответственно, им, это отрицательная приставка, она обозначает противоположное, неподвижный. Так как мы образовали здесь глагол, у нас появилось ещё довесочек, вот этот сз, и получается immobilized, обездвижил, то есть лишил подвижности, лишил мобильности. В общем, я обездвижила свою ногу. I immobilized my leg. I put ice on my left ankle to where it hurt the most. Я поставила, приложила лёд к левой лодыжке, там, где болело больше всего. Итак, put ice, приложила лёд, куда, on my left ankle, на левую лодыжку. На какое место? To where it hurt the most. Где болело больше всего. The worst, I'm sorry, да. Где болело хуже всего. Мы помним, что bad worst, the worst, это у нас слово исключение. The worst, то есть наихудший. Хуже всего. It hurt the worst. Болело хуже всего. Болело ужасно. Или даже сильнее всего. Мы можем, кстати, в данном случае the worst переводить даже не как хуже всего, а больше всего. Мы знаем, что у нас после прилагательного слова bad работает как усилитель. Например, I... I не знаю пример. Давайте не будем об этом. Не люблю придумывать на ходу. Но, в общем, самое главное, что здесь мы можем использовать прилагательное the worst. I put ice on my left ankle to where it hurt the worst. Thank God no one could see me crawling miserably to the freezer to get some ice. Слава тебе, Господи! Никто не видел, как я ползла жалостливо к холодильнику, чтобы взять лёд. Thank God! Слава тебе, Господи! Вставная конструкция. Выделяем запятой. Так. See somebody doing something. Видеть, как кто-то что-то делает. Проходили эту конструкцию. Где же мы её проходили? See somebody doing... Вроде бы в теме герунди и инфинитив мы её проходили, да? Есть у нас характеристика, как она ползла. Мизерабли, жалостливо. Куда? To the freezer. Слово freezer – это морозилка. Это не просто холодильник, а именно вот морозильная его часть. Freezer. Для какой цели она туда ползла? To get some ice. Then I started googling signs and symptoms of a broken leg. Затем я начала гуглить признаки и симптомы поломанной ноги. Итак, видим, что Google у нас – это глагол. Так как он стоит после start, то, соответственно, мы можем поставить форму gerundias. In started googling. Далее, signs and symptoms, признаки и симптомы. Кому надо, хороший термин используйте. Симптомы чего? Of a broken leg. Broken leg – соответственно, поломанная нога. There might be severe pain, which may worsen with movement. Может быть сильная боль, которая может усиливаться с движением. Severe – это очень сильный, то есть прям вот ужасно сильный. Severe pain – очень сильная боль. Severe – как суровый, да, иногда можно даже переводить. И чем-то они даже созвучны. Severe, суровый, что-то есть общего, да. There might be might – это предположение, потому что у всех перелом проходит по-разному. Иногда действительно боль не очень сильная, а иногда она прямо ужасная. Поэтому здесь мы используем и далее будем использовать модальный глагол might для того, чтобы показать, что это как бы только один из вариантов вероятных сценариев, может быть и по-другому. There might be severe pain. Может быть очень сильная боль. Which may worsen. Которая может усиливаться. Опять же, may указывает на вероятность. Может усиливаться, а может и не усиливаться, да, по-разному. И видим, что worsen – это у нас также глагол. Worsen – усиливаться, становиться хуже. With movement – от движения. There might be severe pain, which may worsen with movement. There might be swelling, bruising, deformity of a leg and an inability to walk. Дальше еще несколько интересных терминов. There might be – может быть. То есть может быть, может не быть. Что именно? Какие симптомы? Swelling – припухлость, отек. Swelling – обратите внимание. Хороший термин, кому надо. Swelling – bruising – синяк. Ну, слово bruce – это синяк. Bruising – то есть появление синяков. Здесь мы рассматриваем это как общий симптом bruising. Deformity – деформация. Да, это тоже понятное слово. Deformity of a leg – деформация ноги. And an inability to walk. Какая сложная связка. And an inability. And an inability. Надо прочитать слитно, как будто одно слово. Inability – невозможность. Чего? To walk. Чтобы ходить. There might be swelling, bruising, deformity of a leg and an inability to walk. Leg fracture may cause a disability in muscles and toes. Травма, то есть перелом ноги может вызывать невозможность, как бы невозможность работы мускулов и пальцев ног. Итак, fracture – это перелом. Это именно медицинский термин, потому что broken leg – это как бы народное название, да, поломанная нога. Но вообще по медицинским как бы понятиям это называется fracture – перелом. Leg fracture – соответственно перелом ноги. Если у вас перелом в другом месте, будет у вас что-то другое. Fracture – фракция, да, вот что-то такое похоже. May cause – может вызывать. То есть может вызывать, а может не вызывать, да. A disability – disability – это когда что-то не может выполнять свою прямую функцию, да. Поэтому мы называем инвалидов disabled people, потому что они не могут нормально двигаться, они как бы ограничены. Disabled, да. A disability – то есть ограниченность в работе или невозможность работать. Где? In muscles – в мускулах. In toes – в пальцах ног. Итак, помимо того, что у нас есть слово fracture медицинский, у нас есть слово muscles – мускулы. Обратите внимание, говорится не muscles, а muscles. Поэтому не нужно здесь читать все буквы, которые видите. Слово toe или toes во множественном числе – это пальцы ног. Я думаю, что для вас не секрет, что в английском языке fingers – это только пальцы рук, toes – это только пальцы ног. Если будете говорить fingers на пальцы ног, вас не поймут, как будто пальчики такие вот длинные, как у птички, да. То есть в английском языке, как ни странно, два разных, в общем, понятия, да. Так, тут мы, наверное, разобрались, двигаемся дальше к следующему слайду. I read that a simple fall rarely fractures bones and it was the best news for me. Я прочитала, что простое падение редко травмирует, ломает кости, и это была для меня самая лучшая новость. Итак, simple fall, то есть простое падение, не там с высоты, не, я не знаю, с машины и так далее. Теперь слово fracture у нас используется уже как глагол. Обратите внимание, оно также поменяло позицию в предложении, и это очень важно, потому что в английском языке одно и то же слово может вообще абсолютно не меняться визуально, но в зависимости от позиции в предложении оно может менять свой перевод. Обратите внимание на этот момент, потому что дальше мы с вами переходим в следующем уроке к порядку слов в английском предложении. Итак, simple fall, rarely, редко, fractures, ломает, bones кости, and it was the best news for me. И это для меня была лучшая новость, the best news, самая лучшая новость, да, то есть вот лучше и не придумаешь, потому что Клэр всё-таки успокоилась, что судя по тому, что каких-то серьёзных симптомов по боли и обездвиживания у неё не было, да, и падение как бы было всё-таки обычно, и это, конечно, её успокоило. It was the best news. И обращаем внимание, что news у нас технически это что-то одно, поэтому мы говорим it was, а не there were. Ну и надеюсь, что вы это уже, в принципе, на данном уровне грамматики знаете, я об этом уже говорила. In a couple of hours I got home, I got hope that my leg wasn't broken because I could move my toes and the pain lessened. Через пару часов у меня появилась надежда, что всё-таки нога не сломана, потому что я могла двигать пальцами на ногах и боль уменьшилась. Итак, когда? In a couple of hours обратите внимание, что стоит в начале предложения, почему поговорим об этом в следующем уроке. I got hope я получила надежду, у меня появилась надежда that my leg wasn't broken, что нога была не сломана, because I could move my toes, потому что я могла двигать моими пальчиками ног, and the pain lessened, и боль уменьшилась. Lessened, соответственно, помню, у нас worsened, усилилась, стало хуже, lessened, уменьшилась, стало меньше, стало слабее. И еще вот, я, кстати, пока готовилась к этому уроку и гуглила на разных англоязычных сайтах симптомы описания перелома ноги, я заметила, что все написано прям очень размыто. То есть, у нас как-то вот по-другому об этом всем пишут. У нас сразу пишут, что в большинстве случаев так-то-так-то, там смещение кости, сильная боль, невозможные двигаться. А у них пишут очень размыто. Может болеть, может не болеть, смещение кости, может не быть. То есть, настолько все размыто, что простой человек, который, в принципе, не знаком с медициной, он даже сам не сможет диагностировать у себя перелом. Он будет думать, что просто у него может быть вывих какой-то. И это меня, на самом деле, даже удивило. Это просто мысли вслух. Итак, и так, и так, и так, ну, что здесь сложного такого, да? Вроде бы термины объяснила, двигаемся к следующему предложению. That also meant that I didn't need to go to hospital. Это также означало, что мне не нужно было ехать в больницу. Go to hospital, ехать в больницу без предлога, без артиклей, да? I decided to sleep on it. Я решила, что утро вечера мудренее. У нас to sleep on it, это устойчивое выражение, оно обозначает абсолютно то же самое, что в русском утро вечера мудренее. Когда вы не можете принять решение сейчас, вы хотите его отложить до утра, вам трудно, вы хотите переспать с этой мыслью, да? You sleep on it. А по-русски мы говорим, ну, у нас есть красивая поговорка, да? Утро вечера мудренее. Но в английском языке это всё-таки глагол, поэтому я говорю I decided to sleep on it. My cats were very angry that I didn't cook meal for them, but I really couldn't. Майк, это были ужасно рассержены, так как я не приготовила им еду, но я правда не могла. Так, что у нас? Cook. Сначала говорим, что cook meals, потом говорим для кого? For them. Когда у нас идёт такой порядок слов, то есть сначала делаем что, а потом на кого действие направлено, то обязательно перед кого у нас будет какой-то предлог. Cook meals for them. But I really couldn't. Правда, я не могла. Really усилитель, уже знаем его, уже работали с ним отдельно. I didn't even cook for myself. Я даже себе ничего не готовила. When I woke up the next morning, all my body was aching as I hadn't tossed and turned the whole night. Когда я проснулась на следующее утро, у меня всё тело болело, так как я не шевелилась и не переворачивалась всю ночь. Okay, so when I woke up, когда я проснулась the next morning, на следующее утро. Также у нас, видим, большая связка указывает на время. Когда она стоит перед основной частью предложения, нужна запятая, потому что позиция для неё нетипичная. All my body was aching. У меня всё тело болело. Ну, ache, боль, ache также может использоваться как глагол. Ну, здесь, конечно, видно, что это глагол, потому что он поменял форму. All my body was aching. То есть, в тот момент прям самый был процесс. Тело болело. Body was aching. Нужен continuous. Да? As I hadn't tossed and turned. Итак, toss and turn устойчивое выражение, которое обозначает крутиться, вертеться, переворачиваться с одной стороны на другую. В общем, ночью многие люди, вот они крутятся, вертятся, they toss and turn. Да? I hadn't tossed and turned. Я этого не делал. То есть, я не переворачивалась the whole night. И видим, что здесь у нас появилась опять же необходимость past perfect. Hadn't tossed. Hadn't turned. Это на самом деле даже удивительно, что в одном тексте у нас сразу два раза использовался past perfect, и это было очень обоснованно. Здесь эта причина в том, что она не крутилась до того момента, как она проснулась. То есть, сначала мы указываем более позднее действие I woke up, или там the body was aching, да? А потом действие, которое случилось до этого I hadn't tossed and turned. Ну, и как бы причину того, почему она так себя чувствует. But the ankle was obviously better. Но лодыжка была очевидно лучше. Better сравнительная степень, так вспоминаем, что вот недавно мы это тоже проходили. Better лучше, то есть, мы сравниваем состояние было-стало, и видим, что сейчас it is better, намного лучше. I could move it up and down. Я могла двигать ею вверх и вниз, то есть, явно нет обездвиживания, да? There was slight swelling and a huge bruise. Была лёгкая припухлость и огромный синяк. Также знаем, что, в принципе, когда у нас перелом, то припухлость обычно она просто гигантская, да? Редко бывает, чтобы её не было. Вот. Ну, и на утро, конечно, это было бы уже видно. И, соответственно, slight swelling, то есть, лёгкая припухлость, небольшая, не такая большая, как соответствует перелому, да? Huge bruise, гигантский синяк. Ну, и вот вам слово bruise уже вот в своём прямом значении. Bruise, вот именно посинение, да, на коже. But there was almost no pain. И практически не было боли. Видим, что мы слово no используем в связке there is, there was. В данном случае очень типично для слова no. There was no pain. Не было боли. There was almost no pain. Практически не было боли. Of course, it was a challenge to get up. Конечно, это было испытание просто подняться, встать с постели. Well, at least I could do it myself. Ну, хотя бы я это смогла сделать сама. Ну, такой вот текст у нас. Я надеюсь, что вы найдёте его интересным. Ещё разочек мы его прочитаем. Why is there to the freezer hope that my leg move it up and down? There was a slight swelling and a huge bruise. But there was almost no pain. Of course, it was a challenge to get up. Well, at least I could do it myself. Отлично, друзья мои, вот мы и подошли с вами к самому концу. У нас сегодня получился интересный урок, который наполнен шикарными терминами для тех, кто их любит и ищет их в уровне intermediate, что, в общем-то, правильно. И смотрим. У нас на три слайда развернулся наш перевод. Слайдик 2 и слайдик 3. Благодарю вас за просмотр. Вы находились на канале OK English. Практика. С вами была Елена Викторовна Вагнистая, ваш учитель английского языка. До скорой встречи в новых уроках. И ещё раз три слайдика с переводом появятся сейчас на экране. До скорой встречи. Wish you all the best. Bye. С вами был Игорь Негода.